О главных событиях к этой минуте в нашем выпуске новостей. И так уже известно, что в Шереметьеве приземлился борта из Ханты-Мансийска. Резервный самолет аэрофлота доставил столицу пассажиров злополучного рейса Сургут-Москва. Того самого, который был сорван из-за пьяного дебошира. Из аэропорта к нам присоединяется наш корреспондент Борис Максудов. Борис, приветствую. Как пассажиры себя чувствуют? Что рассказывают о том, что произошло? Да, доброй ночи. 68 пассажиров того самого рейса Сургут-Москва благополучно прибыли в столицу. Самолет с людьми буквально 20 минут назад приземлился в аэропорту Шереметьево. Здесь их пристречали прежде всего десятки журналистов, которые не терпелось узнать, конечно, услышать показания, что называется, из первых уст. Как же развались события этой воздушной драмы. Практически все пассажиры признаются, что до конца не понимали, что происходит. И предлагаю послушать, как же они видели то самое происшествие. Давайте послушаем их впечатления. Там никто не кричал, все было спокойно. Бортпроводники ничего не говорили. Получается, нам раздали ужин, и самолет начал резко поворачивать обратно. Когда я уже начал читать, мы как бы все еще не знали, кто, что, а почему, зачем, где он находится. Но все равно была тревожность, естественно, страх какой-то присутствовал. Никакая, никто еще, все спокойно сидели. Да, в эти минуты пассажиры по-прежнему находятся в багажном отделении, спокойно получают свои вещи и продолжают выходить сюда, в зону прилета, где их встречают журналисты. Напомню кратко событие. Самолет из Сургута вылетел в 12.39. По московскому времени уже через полчаса начала поступать информация о некой нештатной ситуации. Уже потом, позже выяснилось, что один из пассажиров якобы с оружием или без оружия потребовал от экипажа изменить маршрут. Когда самолет сел в Кантематийске, куда экипаж уговорил этого мужчину приземлиться якобы для дозаправки, там несколько часов самолет с пассажирами на борту провел. И уже через час правоохранители взяли штурмом и задержали того самого журналиста. Сейчас в сети можно увидеть десятки видео с мобильных камер, которые люди снимали в спокойном состоянии. Однако, несмотря на такое количество видео, по-прежнему четкая картина неясна. Сейчас этим занимаются Следственный комитет и правоохранительные органы. Они же опубликовали первые видео с допроса того самого пассажира, где он отвечает на вопросы. Я думаю, еще в ближайшее время мы узнаем подробности того, что тоже на самом деле происходило на самолете. Напомню, сейчас мы в аэропорту ждем еще следующего рейса, на котором прибудут шесть членов экипажа, настоящие герои этой драмы с хэппи-эндом. Напомню, что все эксперты отметили их профессиональные действия. И командир экипажа до последнего момента сохранял хладнокровие даже во время штурма. Надеемся с ними пообщаться, когда они прилетят сюда, в Москву. Коллеги. Ну да, интересно будет, что и они расскажут. Наверняка будут новые подробности допроса. Спасибо. На прямой связи из аэропорта Шереметьево был наш корреспондент Борис Максудов. Но известно, что задержанного дебошера уже допросили. И вот, что сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Подозреваемый в захвате воздушного судна Павел Шабовалов официально задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте и предъявлении обвинения. Следователями Следственного комитета завершен осмотр воздушного судна. Изъятые биологические образцы направлены на исследование. Взрывчатых веществ и оружия у подозреваемого и в самолете не обнаружено. Допрошены все взрослые пассажиры, а также члены экипажа рейса «Сургут-Москва». Изъяты записи камер видеонаблюдения. Вторая группа следователей осуществляет обыски по месту жительства подозреваемого, а также допросы родственников и соседей. Субтитры создавал DimaTorzok